ПЕТУШЬЯ БРЕВНА Однажды некий чародей среди большой толпы народа проделывал всякие свои диковинные штуки и фокусы. Между прочим, заставлял он и петуха поднимать тяжелое бревно и носить как перышко. На ту беду в толпе случилась девушка, которой удалось накануне найти лист трелистника с четырьмя лепестками, а кто им запасется, тому уж глаза не отведешь. И потому она увидела, что петух носит не бревно, а соломинку. Она и крикнула,:"Люди добрые, да разве же вы не видите, что петух-то поднимает соломинку, а не бревна!" И точас очарование исчезло, и люди увидели, в чем дело, и прогнали колдуна с позором. Он же, обозленный этим, сказал про себя,:"Хорошо же, я вам отплачу!" Несколько времени спустя, девица, которая открыла людям глаза, праздновала свою свадьбу и шла вместе со всеми поселянами через поле в местечко, где была кирха. И вдруг весь свадебный поезд наткнулся на сильно разлившийся ручей, через который не было ни мосточка, ни бревнышка. Невеста, не будь глупа, тотчас подобрала платье повыше и собралась перейти ручей вброд. И чуть только она вступила в воду, кто-то, а это и был сам колдун, и крикнул около нее насмешливо,:"Эй! Где у тебя глаза-то? Или ты это за воду приняла?" Тут у нее глаза открылись, и она увидела, что стоит, подобравши платье, среди льняного поля, покрытого синими цветами. Тогда и все поселяния это увидели, и тут-то они ее засмеяли.